Привет, очень уважаемая публика, привет! И снова с вами программа о новой белорусской истории «Назад в будущем». Я прямо с тобой взял приятный день Назад не пойдем в будущем Когда я давно-давно, на начале 90-х, был я в таком высокогорном украинском городе, который называется Коломыя. И в этой Коломые играли мы с моим гуртом «Роя» концерт. Отзначали они некие угодки этого города, отшиняли помню Степану Бандеры. А пошли грану «Путч». И мы застряли там у этой Коломыя, я еще на несколько днем, пока Ельцин не узкораскался на броневичок, пока не распавший Советский Союз, пока мы там сидели, и все долго, и у парта оглядали. Новоколля, исторические цикавостки, наведывали разные, правда, и пятийные установы. До чего это я? До того, что, вот видите, для меня было очень интересно, что вертали верникам униядскую церковь. Тетки, бабульки, дяды. Это вспоминали очень-очень так становчиво, даже по святочному. Что за униядская церковь? Подумывал я тогда. Вот так у нас укладывали истории о советских наших научных установах, что я даже с этой вунией не был очень знаменим. Что это такое? Ну, а когда я не проходил в школе и дальше, то это очень сильно вылетелось из моей памяти. Так вот в унии. Это объединение католистов и православия в одну нашу литвинскую религию, которая была наибольшей массовой религией на территории Великого князства Литовского. На конце, например, 18-го ста года православных у нас было всего только 6%. А большинство складали вот именно унияды. Что это за такие верники? Что это за диво-дивное униядство? И это есть оно теперь на нашей территории. Есть и теперь. Есть униядские церкви у нас, даже в Менске есть. Но откуда оно началось? Оно началось с того, что нужно было створить. Мы, как завсёды, что есть у нас герои из Москвы, что есть из Варшавы. Москва обвещает патриархию, начинает собирать православные земли. Мы подпадаем под эти православные земли. Она говорит, что это наши родственники в очередной раз. И нужно православных нам до собеда. Ну, где сидеть патриарх в Москве? Так что все православные должны быть с центром в Москве. Ну, а наши тогда и державные, и церковно-кастильные девчонки решают это не как изменить. И для этого вводится такая синтетичная... Я на увазе не синтетичная в современном сенте этого слова. А такая, ну, с двух религий одна. Нечто средняя между православным и католистом. Коротей весь обрат православный, а подпородковывается папу в Ватикане. Долго обмерковывали ты сирот церковных девчонок и державных. Я бы это сделать. Кто-то супрычь, кто-то за... Часы были больше демократичные, чем теперь. Тому можно было обмерковывать. Это все не вводилось одним загадом великого князя и все. Полемика велася. Кто-то за православие выступал в чистом выгляде. Кто-то за унию, как новое, прогрессивное нечто. Ну, вот они полемизовали, полемизовали. А потом поехали в Бересте на съезд свой. И там большинство голосов заматывали унию. Кто-то приехал до папы, тот одобрил, поставил печатку и все. Уведенная в унию. Конечно, наш горячий белорусский народ, он долго сопротивлялся этой в унию. Он не хотел, не сдавался. Даже он по-зверску забил горячего Язефата Концевича в Витебске, который туда приехал, как так само мясное население переводится в унию. В этом население настолько не сподобалось, что это бедное Язефата Концевича, который теперь приличен к святых. Его на Парижске находится у собора Святого Петра в Риме. Ну вот его по-зверску они избавили жизни. Поступово-поступово народ перебудовывался. Это было больше прогрессивно. И это мы сейчас проявили тое, что служба велася на умове, которую теперь называют белорусскую. А тогда она была, ну, тотайшая, литвинская. И оно велося, велося так. И теперь народ, наконец, начинал разуметь, про что говорится. Потому что раньше он повторил такое церковнославянское, и не совсем зрозумелое с собой и остальным. По-молчу про латынь. Там на углу никто ничего не разумел. Просто повторяли некие мантры и все. А тут просто ясно, но зрозумела тебе мови. Тебе ее говорят в прописной истины. Но это то, что человеку, зрештой, и потребно. Ну вот тому большинство, аж до захопа нашей территории Российской империи, вызнавали вот эту новую религию, которая называлась «Вуниятством». Ух ты, какая техника ездить тут. Это будующий готель «Пякин». А что у меня была в биографии такая история с «Вуниятством», у нас был такой масштабный европейский тур, играли такие акустические концерты камерные, и это все закончится в нашем Бересте родном. И причем у некой ковярни. Все делалось по передних замовах. У нас завсюду на нашей территории начинаются некие незрозумелые проблемы. Нормально все произошло в Белостоке, выдачно все произошло. В Празе, Варшаве, Берлине все было классно. Как только мы перекручили ножу, раздался таемнейший звонок зенейких органов, и вот уже дрыжачий директор ковярни телефонует продуссеру Змитру Назарову, говорит «Не-не-не-не-не-не, концерта не будет. Вы оппозиция, я все понял. Все, до свидания». Але прямальный продуссер Змитер Назаров пробить. Ход к нем. Заличенные годины, и он переносит концерт, куда бы вы думали? В Вуниятскую церкву, которая находится в приватном коттедже, в приватном секторе. И там настолько прогрессивный отец фигур, дает нам дозвол на концерт в этом костеле, что правильно сказать, в Вуниятской церкви. И мы перед алтаром раскладываем наши нехитрые инструменты. Я вот думал, как это просто перед алтаром играть концерт? Для меня это было так не завыкло. Но видите, что? Такая была добрая энергетика, что нам песни, которая бы сдавалась, не относится для этого места. Из народного альбома песни Юзика какого-нибудь, брутального алкоголика. Все классно так пошло, и публика наприконцы скакала и спевала «Несмиротные три шарапаки». Ну и хочется поддякувать за такую смелость. Допустить концерт перед алтаром, и все так классно и позитивно произошло. А отец игр потом такую же промовию указань, такую прогрессивную, сутность какой-то приводилась до того, что мусульмане, юдеи, поганцы, все это нормальные наши брати. Потому что они хоть в нечто верят. Это очень хорошо и очень классно, когда человек в нечто свято верит. Ну вот такая история про унию. Я вам расскажу потом, как эту унию, бедную и несчастную, в последнее время ликвидовали. С помощью российских спецслужб. Розных. Ну и сегодня, на счастье, и на жаль, у меня для вас все, шановные мои телеглядачи, моя неоценная публика. С вами был Леон Вольский, и наша программа «Назад в будущее». Два. Пакуй. Субтитры подогнал «Симон» « eleven comedian» «Назад в Бог ArmenianOR» «Симон»